ПРОВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ Чтобы уберечься от клещей и иных насекомых, желательно надеть шапку или панаму, куртку или свитер с длинными рукавами, плотные штаны. Их следует вправить в обувь. Лучше обуть резиновые сапоги. Также нужно воспользоваться специальными кремами и мазями от укусов насекомых. Обязательно иметь при себе запас воды хотя бы на сутки. Не стоит забывать о средствах личной гигиены. Необходимо запомнить, как вести себя в лесу. Чтобы общение с природой оставило только хорошие воспоминания, рассмотрим основные правила, помогающие избежать опасных непредвиденных ситуаций. Не ходите в лес одни, только со взрослыми. Возьмите с собой телефон для связи с родственниками. Вернуться из леса нужно до наступления темноты. Не уходите вглубь леса. Не стоит въезжать в лес на транспорте, это вредит растительности. Запрещено разжигать костер без взрослых, ведь огонь опасен как для человека, так и для обитателей леса. Очень трудно остановить его распространение. Не сжигайте высушившую траву или листья. Не бросайте мусор, нельзя загрязнять природу, это дом для зверей и птиц. Не бейте стекло, поранитесь сами и нанесете вред обитателям леса. Нельзя шуметь в лесу, кричать, слушать громкую музыку, такое поведение вызывает беспокойство у лесных жителей. Не обижайте диких животных, они опасны в разъяренном состоянии. Если появилась опасность нападения, не показывайте страх и не стойте спиной. Лучше потихоньку постоять и подождать, когда животное уйдет. Не следует забирать детеныша животных, они могут быть переносчиками очень опасных заболеваний. Не трогайте гнезда птиц, птенцов, яйца, ведь птицы могут оказаться в опасности. Вы можете прилечь внимание хищников, также никогда не уносите с собой птенцов, они не смогут выжить в неволе. Не разрушайте муравейники, муравьи это санитары леса, своей работой они приносят огромную пользу. Не ловите смелей бабочек, стрекоз, божьих коровок, они опыляют растения и уничтожают вредителей. Погубив их, вы поставите под угрозу природу. Не вылавливайте лягушек и головастиков. Не убивайте пауков и не рвите паутину. Ходите в лес только по тропинкам, не вытаптывайте растительность и почву, ведь могут пострадать травы и многие насекомые. Не ломайте ветки кустарников и деревьев, не делайте памятных надписей на них, не обрывайте кору, не собирайте сок с берез, если не имеете нужных навыков. Берегите их и не наносите вред. Не срывайте цветы, тем более с корнем, ведь они не вырастут снова. Среди них могут быть редкие, занесенные в красную книгу. Лесные цветы должны радовать своей красотой, а не вянуть в букетах. Разрешается сбор знакомых лекарственных трав, ягод, орехов, если в лесу их много. Никогда не пробуйте на вкус незнакомые ягоды, растения и грибы, велика вероятность, что они ядовиты. Собирать съедобные грибы можно только под присмотром взрослых, ни в коем случае не вырывая их, пользуйтесь ножичком. Не топчите несъедобные грибы, ведь они являются едой для животных. Помните, правильное поведение в лесу – залог вашей безопасности. Что делать, если заблудился в лесу? Основные правила – как нужно вести себя в лесу, если заблудился. В данной ситуации не стоит поддаваться панике и бежать без оглядки. Необходимо успокоиться, оставаться на том же месте и позвать на помощь. Вас не нашли – значит пришло время звонить родственникам, друзьям. Если нет связи, то следует набрать номер службы спасения – 112. Она доступна всегда. Сообщите о том, что вас окружает, и вам подскажут, как выйти из леса. Правило поведения в лесу для школьников подразумевает знание частей света. В полдень встаньте спиной к солнцу. Ваша тень будет указывать на север. Восток окажется по правую руку, а запад – по левую. Следуйте указаниям специалиста МТС, если вы все-таки смогли дозвониться по номеру 112. Если у вас нет телефона, то прислушайтесь к звукам вокруг. Заслышав людские голоса, звук машин или другие признаки цивилизации, идите в том направлении. Если нет таких звуков, то следует по возможности отыскать ручей. Он обязательно приведет к реке. Если есть река, значит поблизости будут люди. По пути следования оставляйте зарубки на деревьях или заламывайте веточки. Это укажет ваше направление спасателям и поможет вам, если вы будете ходить по кругу. Природа меняется, поэтому не стоит полагаться на расположение мха и муравейников. Попробуйте вспомнить, с какой стороны вы вошли в лес, в каком направлении двигались. Оглядитесь, если вы видели линии электропередач, то следуйте вдоль них. Не удалось выйти из леса и темнеет, готовьтесь к ночлегу. Необходимо делать шалаш из веток, развести небольшой костер, соблюдая меры предосторожности. И лечь спать недалеко от костра. Думайте только о хорошем. Наступит новый день и вас обязательно найдут. Субтитры создавал DimaTorzok